Здравствуйте! Вы смотрите новости от компании Инстафорексы. С вами я, Екатерина Недачина. Годовой показатель инфляции в Канаде повысился в сентябре на фоне роста стоимости коммунальных услуг и аренды. Так, индекс потребительских цен вырос на 1,1%. Напомним, что аналогичный рост фиксировался и в августе. В месячном выражении потребительские цены прибавили 0,1%. В свою очередь, арендная плата поднялась на 1,6%, а коммунальные услуги подорожали на 4,8%. Базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, подросла на 1,3%, а при прогнозе в 1,4%. Канадский доллар почти не изменился после публикации отчета по инфляции. Доллар США на валютном рынке стоил 97,21 канадских цента. Экономисты отмечают тот факт, что слабая инфляция укрепит перспективы Банка Канады сохранить свою ключевую процентную ставку на уровне 1% в обозримом будущем. Сейчас целевой уровень инфляции канадского регулятора находится на отметке 2%. Это были новости рынка Форекс от компании Инстафорекс. До встречи в следующем выпуске!